приветствую вас дорогие друзья на связи михаил ричард и сегодня у нас на youtube канале компания маркет продолжаем нашу рубрику траты микрофона и изучать торговую стратегию называется макро трейдинг уже первое занятие прошли мы изучили как использовать макроэкономический анализ для того чтобы определить глобальный макро тренд для торговли мы с вами изучили как строить уровни какой риск менеджмент использовать на прошлом нашем прошлом вернее нашем эфире мы разбирали то как непосредственно торговать но сейчас продолжаем торговлю продолжаем практику ведь самый лучший вариант обучения это изучить теорию и сразу же ее применять на практике поэтому сегодня я прям сразу проанализирую несколько основных стран которые у нас так отчитываются на следующей неделе которые нам интересно на следующей неделе будут поговорить с вами про активов которые можно вкладываться по валюту которые можно вкладываться по горизонте протесту тоже и я думаю будет максимально интересно и покажу заодно как отработали все эти сделки которые мы отрывали на протяжении недели то что трава не и на прошлую пятницу и сейчас и данное видео в принципе записываю четверг то следу на сегодня какой 7 7 февраля 2020 года как раз на это время посмотрим что у нас получилось поэтому давайте будем начинать меньше будете на меня смотреть больше будем все-таки делать практики анализировать так этим сделкам мы вернемся чуть попозже давайте разберем что же у нас выходит на этой неделе да скорее всего данное видео о 4 6 февраля скорее всего данное видео вы будете смотреть пятницу 7 февраля поэтому в это время у нас еще выходит такой интересный показатель как уровень безработицы или же или же в это же время уходит такой же показатель не такой же другой показатель который называется нонфармы те все те всеми любимыми любимые нонфармы которые любят торговать много трейдеров которые тебя называют новостными трейдерами хотя на самом-то деле вы даже не новостными днями фундаментальные трейдеры которые говорят что они торгуют по новостям на самом-то деле это больше угадайка пойдет не пойдет фартанула заработал не фартанула не заработал я когда-то свое время это еще лет наверное 7 тому назад записывал видео несколько видео именно торговли на нонфарма показывал как можно успешно за пару секунд среди депозит поэтому кому интересно да это классная трагедия можете сливать да иногда повезет ну надо сроки это больше слив тут гораздо важно другое на важно то какая безработица выйдет потому что как раз завтра будет нам будет интересно этот показатель по штатам так как на следующей неделе с 10 до 14 февраля у нас выходит данные по инфляции в штатам а я как вы уже помните по предыдущим по самым самым первым видео который я записывал в рубрике марта трейдинг я заказывал как раз что инфляция и процентные ставки и объем денег которые есть рынке это самые главные показатели которые дальнейшем будут влиять непосредственно на решение главного регулятора страны того же центрального банка или же это штатах фрс поэтому что у нас на данный момент есть давайте смотрим следующий что на данный момент вернее по штатам сформировалась первое что берем united states смотрим по деньгам по деньгам мы видим что на данный момент у нас денежная масса м0 и баланс центрального банка а мы видим что объем денег денежной масса собственно растет но данные маска обновляются 1 месяц поэтому логично что ждем новых обновлений уже в этом месяце но мы видим другой момент мы видим что также и растет баланс банка тоже ждем его обновления потому что данные последние за прошлый месяц ждем когда обновятся и будет уже более новой но баланс самое главное степенно постепенно растет рост денег в экономике провоцирует что провоцирует то что не будут куда-то вложен в какой-то из частности тот же фондовый рынок а соответственно компании будут увеличивать количество рабочих мест как результат мы видим что безработицы находится на одном из самых низких уровней три с половиной процента по пронозам тоже ожидается что будет три с половиной процента то есть это достаточно низкий уровень безработицы которые ближайшее время мы с вами будем наблюдать посмотрим как я выйду дальше ну собственно завтра новости или сегодня смотря когда вы это смотрите но но тут важно такой момент что даже несколько подрастет безработица на 36 или упадет на 34 это в любом случае очень низкий уровень безработицы который будет влиять на инфляцию раз этот уровень безработица будет влиять на инфляцию в случае можем ожидать и дальнейшего роста непосредственно инфляции которые на данный момент уже составляет 2 и 3 процента хотя цель по инфляции в штатах 2 процента то есть будут приниматься какие-то меры для того чтобы эту инфляцию понизить какими этими меры меры могут быть это первая мера это снижение объема денег в экономике то есть снижение денежной массы сейчас фрс делал такую хитрую модель что не делали выкуп краткосрочных облигаций и они как бы продолжают но то же время часть часть скидывает что скажет и в итоге получается на 20 миллиардов в месяц объем выкупа уменьшился то есть было раньше 60 сейчас будет на 20 меньше то есть 40 и в результате объем денег уже которые вливаются экономику уже постепенно постепенно замедляется но мы видим что рынке на это особо не реагирует и не так в принципе хорошо что же ожидается на будущее тут мнение на самом деле разделились лично я ожидаю что будет вот как здесь написано 2 и 3 2 4 возможно останется на уровне 2 и 3 в то же время на инвестинге аналитические данные которые там предоставлены они указаны что инфляция упадет до 2 и 2 процента это достаточно такой важный момент потому что если инфляция продолжит ускорение свое то в таком случае фрс может уже быстрее принять какие-то меры для того чтобы изъять лишнюю ликвидность из экономики и уменьшить инфляцию чтобы не было гиперинфляции и если действительно инфляция вырастет то это будет принято и в результате уменьшение количество денег а инвестор отрабатывает это моментально приведет чему к тому что деньги из фондового рынка начнут постепенно уходить деньги начнут уходить из того же кредитного рынка потому что зачем мне сейчас фиксировать себе доходность там на уровне сколько сейчас 1 5 процента если не ошибаюсь до держится 5 1 65 процента по тем же 10 летним облигациям если я могу подождать когда количество когда денег станет меньше и зафиксирует себе доходность повыше из этого часть денег уходит и доллар как результат идет падение но тоже время если инфляция пойдет на замедление то это наоборот будет сигнал потому что повышение осталось не будет изъятия деньги из системы тоже не будет и как результат деньги наоборот пойдут более рисковые рынки и в итоге фондовые рынки могут еще больше вырасти вот такая вот у нас интересная сейчас ситуация намечается поэтому следующей неделе для фондовых рынков будет максимально интересный и на нам непосредственно покажет чего свойств дальше ожидать от доллар на данный момент я его больше рассматриваю в продажу чем покупку посмотрим как будет вести себя дальше так согласно матрица макропроцателей он у нас так и записывал следующий из важных новостей которые выходят выходят данные по безработице и пи пи швейцарии швейцарии тоже такой интересный момент в том что так это я закрываю где наш швейцарии секундочку вот и так здесь важно именно инфляция что мы видим по инфляции по инфляции у нас постепенно растет любой рост инфляции приведет тому что банк швейцарии начнет применять какие-то меры для изменения структура денежной массы в стране и в результате поэтому в частности он будет больше покупать местную валюту и вливать иностранную валюту на рынок как результат это приведет к укреплению местной валют поэтому ждем данных по инфляции данные вы выходят раз 10 0 2 это уже в понедельник и уже будем понимать что нам дальше делать если инфляция вырастет ожидается что она как раз вырастет в таком случае мы можем ожидать от действий банка швейцарии какие-то маневров по укреплению в местной валюты частности швейцарского франка поэтому швейцарский франк может пойти на укрепление и обратная картина доллара и издать и шеф наоборот пойдет на снижение вот сейчас на такая тоже интересная картина нарисовалась пока вообще точек кода по макро вообще никаких нет даже по технике ничего нет я сейчас чуть попозже про это расскажу но важно важно то такой момент что сейчас нет пока не стоит заходить но как раз на следующей неделе можно увидеть быстрый прирост вот сюда к данной скользящей средней это получается где-то 099 это не потому что тут скользящая средняя это просто средняя цена за год то есть тут важно тоже понимаешь что скользящие средние которые используются это не для того чтобы вот тут было пересечение значит надо было покупать или увели еще что-то это для того чтобы понимать как по какой по какому среднему курсу за в частности в 250 до 253 скользящая средняя вот это так то я включил она красит показывает по кому среднему курсу за последние 12 месяцев торговалась эта валюта и понятное дело что это так как никому не выгодно слишком дешевая люта никому не выгодно слишком дорогая ее так или иначе будут возвращать к средней поэтому вот это ближайшее то что можем ожидать поэтому тоже важный момент что понимали что скользящие средние это не для того что тут пересечении произошло значит будет разворот или еще какая-то ересь такую торговлю по скользящей среднем использовать с вами не будем так дальше это что касается швейцарии и тоже один из главных новостей которые у нас выходит это процентные ставки по новой зеландии что на основной момент по новой зеландии давайте и сразу запускаем долго не искать не узеланд нажал немножко не на то секундочку нашим новая зеландия здесь у нас из первого главного берем по деньгам м0 и центром бэн белочек мы видим что денег деньги в космос в то же время баланс идет немножко снижать туда не выходит раз в месяц эти все то эти данные у нас последние за декабрь месяц они собственно вышли в январе сейчас ждем уже нового данного меня что баланс плюс-минус неизменным то же время объем денег в обращении он увеличивается то есть денег становится все больше раз денег на становится все больше скорее всего это повлияет на инфляцию которые у нас в данный момент уже 1 9 процента и в итоге процентную вообще принимать какие-то решения по увеличению еще больше денежной массы никто не будет в результате наоборот будут больше рассматривать изъятие денег из экономики и врезу и следующий такой важный момент то что на данный момент процентная ставка один процент ее точно снижать ее уже не будут повышать скорее всего тоже пока еще не будут но учитывая что на данный момент доходность по government banks 1 36 это одна из самых принципе высокие доходности это мы можем ожидать ближайшее время что может быть какой-то небольшой всплеск наверх после чего для них дальнейшее снижение по новозеландскому доллару так как он не интересен для инвестирования инфляция растет доходности низкие реальные доходности отрицательная ожидание на снижение процента ставок нет как результат новой зеландии для покупки вообще не интересно и не рассматривается вот поэтому кстати записано что но не взял у нас идет больше на продажу итоги валютная матрица нас не меняется вот какая была 3 числа такая у нас сейчас и останется 10 числа пока все у нас по флейте кроме франка иены которые больше рассматриваются в продажу соответственно и нужно сигналы по технике искать больше на продажу все остальное может продавать во все стороны в принципе с учетом понятное дело с учетом по орешности по отношению к американскому доллару так вот теперь что же касается техники и тех наших заходов которые были на данный момент еще в работе канада франк евро франк евро франк у нас в плюсе канада франк у нас небольшой минусе суммарно пока еще какой-то небольшой минус на это по большому счету ни на что не влияет потому что у нас на данный момент уже за сколько мы с вами начинаем два две недели за две торговые недели когда начали отрывать сделки уже заработали 129 долларов практически без риска все сделки закрываются постепенно у нас по тейк профиту или около тейк профита и на данный момент если это все перевести в процентное выражение это порядка два два с половиной процента или же два с половиной процента за 10 дней или же 95 процентов за выгодовом выражение если мы продолжим работать такими же темпами чтобы мы продолжили работать такими же темпами давайте пройдемся по основным техническим моментом и разберем какие валюты можно покупать какие продавать по евро доллар у нас идеально закрылся по тейк профиту и далее пошел вниз что нам сейчас на данный момент сигналов никаких нет излома тренда не было и другие можно будет заходить в евро на покупку выше уровня 101 если мы выше этого зайдем тогда может быть какой-то покупка но пока я бы подождал именно сигнал что у нас рисовалась действительно стрелочка на покупку по фунту фунту кстати произошел бронзит если может кто-то не в курсе в это в первого числа вечером произошел бронзит где волатильность да никакой 1 февраля происходит брать ничего нет никакой волатильность нет все как в флете здесь торговалась таки дальше продолжает торговаться нет никаких движений на несколько тысяч пунктов почему потому что то новость никто не освещал никому это не интересно и все кто хотели отработать этот грозит уже давным-давно его учили в цене и отработали поэтому новости вообще никак не повлиять сейчас мы продолжаем находиться во флете и просто ждем дальнейшего развития событий что же касается доллар франк ведь у нас был сигнал на покупку моего не отрабатывали так как по понятным причинам поэтому сейчас ждем когда вот тут важно можно сыграть конечно же попытаться сыграть на то что он рванет дальше наверх но я бы дождался лучше выхода новости по инфляции в частности она уже понедельник выходит и дождался сигнала именно по технике на продажу тогда будет больше эффекта чем если вы зайдете сейчас далее доллар-иена продолжает успешно свой рост тут видите по сигналу разборим и кажется с вами тогда как раз это и разбирали но захода таково нет тоже то есть тоже тут пока почему нет захода потому что доллар-иена больше на продажу чем на покупку поэтому ждем новозеландец и она тоже пока интересно никакого нет для входа хотя должны рассматривать его больше на продажу такие сигналы типа вот эти все приколы зеркального уровня всякого и тому подобное я вот это не трогаю поэтому даже на это рассматривать не буду nzd usd как раз то о чем с вами говорили пока его можно рассматривать больше вниз чем вверх поэтому тут тоже пока заходы не трогаем доллар-канада в доллар-канада тут интересная картина раз дошли до самого максимума уже отрисовывается куда сигнал на продажу по нему вот как раз я больше рассматривал именно на укрепление на канадского доллара на снижение американского доллар поэтому даже сейчас уже можно кое-какие сигналы здесь рассматривать на продажу мы находимся на исторических максимумах мы видим что есть сигнал действительно на продажу поэтому я думаю что можем рискнуть и зайти объем помните 05 у нас так 15000 и стоп-лосс сейчас его отдельно выставим у нас будет 150 пунктов . ждем дальнейшего развития событий take profit где будем ставить у нас идет где-то в этом диапазоне первая цель у нас будет не данном уровне 131 90 но фактически 1 32 можно поставить как круглый уровень к 1 32 ждем когда данный уровень отработает и заработаем себе по доллар-канадскую за завтра выходят новости по нам фарма может быть хорошее движение доллар солдатик раз друг надо пойдет вниз но пока сигнал есть ждем дальше а у безд и пока сигналов нас никаких нет здесь у нас флайт вот эти такие движения мы с вами нет другого и поэтому ждем а вот канада та же самая картина пока не средства нет а вот франк больше продажа глобально но пока тоже сигнала у нас как таково не долги аурена ничего а вот нзд идеально у нас отработал поток профиту все четенько что у нас сейчас пока сигналов нет мы находимся ровно по центру поэтому пропускаю надо франк вот мы его раньше заходили видите было сильное движение откат я думаю что дальше мы продолжим это это движение или здесь будем находиться долго во флете потом через какое-то время тоже пойдем наверх поэтому пока ждем в любом случае хат франк у нас дает положительный сход уж там случае будем зарабатывать на свопах дальше канада я на пока сигнал как такого нет франк я на ничего евро ничего евро канада тоже видите вот эти все движения сильные вообще ничего нет евро франк у нас в работе мы его покупали здесь я это показывал в чате пока движение ждем больше наверх и вниз ну так профит пока поставили на уровне 1078 так но в любом случае даже если будет падение по рискам но рассчитано что мы можем еще доливаться поэтому ничего страшного не будет евро фунт окажется раз с вами заходили тоже развился практически по так профиту ждем дальнейшего развития события тут в принципе тенденция дальше наверх пока не продолжается конечно кто хочет рискнуть можно зайти по цене 0 8517 вот данный уровень со стопом ниже 0 83 74 если вы правильно читать резки это небольшой стоп поверьте мне если вы не собираетесь там рисковать на всю котлету это очень даже адекватный стоп и можем ждать дальнейшего роста с первым тейк профитом это будет где-то в районе 0 8804 вполне вероятно может вырасти за короткий промежуток времени евро и иена пока вам по центру ничего не делаем а вот раздать ничего не делаем ничего фунт как ничего скучно все во флете видите все находится во флете вот все эти инструменты которые все находятся во флете поэтому лучше не лезть там где нет хорошего захода доллар рубль пока идет нас тоже по плану тенденция больше вверх чем низ и так как я и говорил что 64 65 это наш будет будет диапазон куда где доллар рубль и будет ближайшее время торговаться так по серебру и по золоту тут у нас тенденция больше будет и на повышение биткойн биткойн у нас все идет стабильно здесь были покупки здесь показываются продажи пока на этом могли уже заработать вообще глобально биткойн сложно сказать что с ним сейчас будет так как он не дает какого-то дополнительного прироста фактически биткойном торгуют для чисто для того чтобы перевести быстро деньги с одной стороны в другую страну будет ли еще такой спрос дальше и будет ли он продолжаться это пока не ясно поэтому по биткойна я просто гадать рассказывать вам то что там полосочка пересеклась и сейчас давайте пойдем наверх ну это не мой подход и поэтому сейчас по биткойна я бы ничего не делал ну платина и все другое нас пока не интересует гораздо интереснее на индекс фондовые индексы в частности с п500 и другие что у нас на данный момент раме метка рождем данных по инфляции потому что в частности завтра по безработице если безработица остается неизменный таком случае у нас может пойти хороший спрос на на активы рынка долевого рынка то есть те же акции и в частности акции могут вырасти и понятное дело вырастет индекс с п500 если же безработица под упадет того случае ну росток такого не будет но есть другой момент инфляция вот как раз в самое важное это инфляция какие данные выйдут по инфляции потому что если инфляция продолжить свой рост в случае могут начинать сливать акции так как будет ожидание на снижение ликвидности в экономике и в результате пойдет коррекционное движение это не будет какой-то кризис или еще что-то это будет чисто локальное коррекционное движение вниз после чего можно будет хорошо себе купить те же акции где должна сигнал был на покупку с п500 после этого роста после чего мы видим хороший рост верни что же касается того что если инфляция упадет в таком случае не будут никакие поставки повышать все останется плюс минус неизменным и фондовый рынок продолжить свой рост поэтому ждем какие данные будут и от этого уже будем отталкиваться в любом случае если вы работаете как инвестор всегда должна держать какую-то долю в акциях это может быть и до 30 процентов если вы очень боитесь того что сейчас будет какой-то обвал на рынке до 70 процентов если есть оптимизм и уверенность в том что она будет дальше расти поэтому такая вот на данный момент у трансформировалась ситуация я думаю мать была вам максимально полезно и если у вас есть какие-то вопросы пишите в комментарии комментарии я читаю основные ваши вопросы тоже поотвечаю пишите задавайте ну и что я могу сказать будьте успешными зарабатывать деньги ставьте лайки этом видео торгуйте у хороших брокеров и зарабатывайте деньги самое главное в гости на рынок зарабатывать деньги с вами был миха а скорее всего это следующий пятница всем пока до связи и до новых встреч